МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вячеслав Михайлович, здравствуйте. И Ольга Олеговна Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности отделения Тверь Банка России. Ольга Олеговна, здравствуйте. Сегодня будем говорить о ломбардах, о деятельности ломбардов на территории нашей области. А еще обсудим, как избежать уловок мошенников при проведении финансовых операций, в том числе в интернете. Потому что тема злободневная, людей обманывают. Суммы средств, которые в 2021 году тверетяне получили от ломбардов, если я не навру, Ольга Олеговна, 269 миллионов рублей заложенных средств. За 9 месяцев прошлого года. И есть такие цифры, что это на 9 миллионов больше, чем в предыдущем году, в 2021. Да, получили? Да, совершенно верно. Мы можем говорить о том, что объем выданных заемных средств ломбардами нашим гражданам увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 9 миллионов рублей. 9 миллионов, это же очень большие деньги. Большие деньги, но в данном случае ломбардная деятельность, она подразумевает профессиональную деятельность по выдаче займов под залог движимого имущества. В сущности, это и есть ломбард, да? Как таковое, что это такое? То есть обычный гражданин, обыватель, физическое лесо, приходит в ломбард получить займ и взамен под залог отдают какую-то вещь, будь то золотое украшение, бытовая техника, либо автомобиль. То есть вот это три основные вида вещей, которые отдают ломбард? Да, да, то есть движимое имущество. То есть недвижимость не принимается в данном случае, акцент идет на движимое имущество. Поэтому в данном случае, ну, по сути, гражданин, да, и берет займ на определенный срок, и он вправе выкупить эту вещь по истечении этого срока. То есть вот, допустим, он берет 100 тысяч рублей, я закладываю какие-то драгоценности, я беру 100 тысяч рублей и обговариваем, да, нужно оформлять какой-то пакет документов, да? Конечно, да. И обговариваем, на какой срок я беру. Если я за этот срок не возвращаю деньги, тогда вещь могут продавать. Там есть период, льготный период, да, а потом, если заемщик не выкупает эту вещь обратно, то тогда ломбард вправе его реализовывать. Почему люди пользуются услугами ломбардов? Есть другие финансовые организации? Можно прийти, в конце концов, в банк, вывозять кредит? Ну, обратиться в ломбард гораздо проще, чем обратиться в банк. И, по сути, там оформляется только договор потребительского займа и залоговый билет. И в соответствии с теми новыми инновациями, которые вступили в силу с 11 января этого года, теперь это объединено в один документ, то стало проще, и он тоже может быть оформлен в электронном виде. В этом документе указываются, во-первых, прописываются индивидуальные условия этого потребительского займа, основные важные позиции касаемо залоговой вещи, относительно самого займа. И, в принципе, заемщик рискует только этой вещью. Вот такая вещь, которую я принесла сюда. Это возможно, поэтому займы в ломбардах, они действительно популярны, и активно наши граждане пользуются такой финансовой возможностью. То есть проценты уже не пойдут, если я вовремя не принес деньги обратно? Нет, это должно быть прописано в договоре, но просто займы в ломбардах более, скажем так, они обеспечены, заложены вещью. Поэтому, безусловно, ты берешь займы под определенный процент, процент есть, но ты, скажем так, займ обеспечен этим залоговым имуществом, которое ты можешь выкупить, можешь не выкупить. А есть статистика, сколько человек обратилось за 21 день? Да, конечно. За 9 месяцев прошлого года заключено порядка 39 тысяч договоров займа. Ого, это около 40 тысяч. Да, но при этом эта цифра на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. И средняя сумма займа где-то составляет 6,5 тысяч рублей. То есть, но эта сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась. Если за 9 месяцев позапрошлого года средняя сумма займа составляла где-то в районе 5 тысяч рублей, а теперь 6,6 тысяч рублей. То есть, не так уж и много, да? Сумма займа увеличилась. Да, в основном в ломбард обращаются за небольшими суммами денег. Это что значит, не хватает до зарплаты или как? До зарплаты, либо на что-то, на какую-то покупку. Это надо же, человек жертвует одной своей вещей, которая ему принадлежит, для того, чтобы приобрести другую. Ну, может быть, вещь какая-то не очень нужна, особенно если золотое украшение. Оно лежит и лежит у тебя дома, да? Конечно, да. Но вот, кстати, вы сами, наверное, наблюдали, что в ряде ювелирных магазинах, как раз при ювелирных, точнее, на территории ювелирного магазина, арендуют какое-то помещение, какой-нибудь ломбард. Это, видимо, очень актуально и удобно, скажем так. Но я знаю, что в ломбард могут нести и краденые вещи, в том числе. Смотрите, краденые вещи, это немножко про другое. Это все-таки относится больше к нелегальной вещи. Официально легальный ломбард, он всегда проверяет своего заемщика, тоже представляется документ, подтверждающий личность. Они проверяют само золотое, допустим, это изделие, ну, или будь то другая какая-то залоговая вещь, они ее тоже проверяют. Краденые вещи, все-таки, это, наверное, в области теневой ломбардной деятельности. Теневые ломбарды. Да, те, которые не поднадзорны Банкой России, и те, которые не состоят в Государственном реестре Банка России, ломбардном реестре. Вот, кстати, сколько сейчас ломбардов все-таки у нас на территории Верхневужья официальных? Ну, официально у нас 17 тверских ломбардов, которые зарегистрированы на территории Тверской области и вправе участвуют ломбардную деятельность. 17. Это вообще на территории области, не только в Твери, но и в районе? Да, да, конечно, конечно. Их, конечно, было гораздо больше, но в связи с законодательными новациями, которые вступили в силу с 1 января, теперь модель, скажем так, ушления ломбардной деятельности на финансовом рынке, она носит заявительный характер. Банк России регулирует деятельность и регулирует поступление тех или иных организаций на рынок путем, скажем так, лицензирования. Ну, там не выдаётся ни лицензия, а по сути, это ломбард должен подать заявление, определенный пакет документов в Банк России, и Банк России рассматривает этот пакет документов и принимает решение в течение 30 дней о принятии либо отказе, включении этой организации в ломбардный список. То есть, вот эти 17 ломбардов, они подали такой пакет документов и получили добро? Да. Вот для действующих ломбардов, которые действовали ранее, была установлена дата 9 июля прошлого года, до которой они должны были подать это заявление. Те ломбарды, которые подали это заявление, автоматически они включились в этот список и успешно продолжают свою официальную легальную деятельность на рынке. Те ломбарды, которые мне подали по разным причинам, не захотели или не успели, или ещё что-то, обязаны теперь исключить из своего наименования слово ломбард, соответствующее, ну и АКВТ соответствующее, и они не вправе заниматься профессиональной деятельностью по выдаче займов под залог движимого имущества. Как рядовому человеку определить ломбард? Этот есть в списке или нет? Где это можно? На самом деле это очень просто. На сайте Банка России, либо в приложении ЦБ онлайн, вы можете задать либо наименование, либо ввести реквизиты ОГРН или ННН этой организации и, скажем так, проверить легальность той или иной организации. То есть всё на сайте есть? Да, информация актуальна на сайте, да. Вы знаете, мы сейчас прервёмся на небольшую рекламу, не переключайтесь, уважаемые друзья, мы через несколько минут вновь вернёмся в программу «Тема дня». Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. «Тема дня» в эфире – 300-190, телефон прямого эфира. Звоните, спрашивайте. Сегодня говорим о деятельности тверских ломбардов. И переходим от них. Мы начали разговор с Ольгой Добряковой, заведующей сектором визуального контроля отдела безопасности отделения Тверь Банка России. Сейчас продолжим разговор с Вячеславом Михайловичем Сапуновым, начальником отдела безопасности отделения Тверь Банка России. И эти темы у нас перекликаются сегодня. Мы продолжим о мошенничестве, да. Хотя мы за этим круглым столом уже как только не говорили и о чём только не предупреждали. А оно всё равно актуально и появляются, наверное, каждый день появляются какие-то новые схемы, только успевали. Да, вы абсолютно правы. Мошенники подстраиваются против тех действий, которые предпринимаются органами государственной власти. Это уже противостоять их нашествию. Они принимают новые формы. Каждый раз форма меняется, приобретая иногда исключительно интересные возможности. Но хотелось бы озвучить то, что есть цифра интересная такая, что в прошлом году озвучил эту цифру заместитель начальника следственного департамента МВД РФ, полковник юстиции Данил Филиппов, о том, что ущерб в 2021 году составил 45 миллиардов рублей. 45 от действий мошенников всякого рода. Да. Это не обязательно телефонные, которые кем только не представляются. Ну, больше связано, что это связано с информационными технологиями, потому что вы абсолютно правы. Кроме телефонного мошенничества есть ещё мошенничество с использованием интернет-магазинов, социальных сетей и так далее. Но одним и самым таким глобальным это, наверное, с использованием телефона. Когда раздаётся звонок, представляется то ли представителем службы безопасности банка, то ли потом модифицировали это уже представители правоохранительных органов, когда говорится о том, что человек должен помочь им раскрыть преступление. То ли сейчас пошла новая информация, это представители робота. Звонит робот о том, что происходит операция по вашему счёту, оформление кредита. Подтвердите, пожалуйста, вы или не вы делаете эту операцию. Если не вы, нажмите кнопку 1 или 2. То есть это ничего нажимать вообще нельзя? Или как быть? Здесь, в принципе, направлено на то, что у потенциальной жертвы больше доверия вызывает о том, чтобы с ним говорить официально робот какой-то сделан, который механизм, компьютер. Но это сразу чувствуется по звонку, что это робот, да? Да, по звонку, по механическому голосу чувствуется, понимается, что робот по сравнению фразы. И поэтому там представляется опция о том, чтобы побеседовать с живым оператором. И в этот момент, когда человек выбирает опцию побеседовать с живым оператором, подключаются уже мошенники. И используя методы социальной инженерии, они заставляют выполнить нужные им действия для того, чтобы жертва потенциально перечислила денежные средства. Вот сразу вопросы, которые задают многие, Вячеслав Михайлович. Нужно ли отвечать? Во всяком случае, вдруг мой голос записывается, они из моего нет, могут сделать да. Куда-нибудь они вставят мое да, и какие-нибудь операции начнутся. Как быть человеку в этой ситуации? В этой ситуации мы рекомендуем прекратить разговор, повесить трубку, не отвечать на такие звонки, и перезвонить в свой банк, чтобы поинтересоваться, действительно ли не происходит какая-либо операция. Потому что технологии, которые сейчас существуют на данный момент, дипфей, глубокое погружение в видеоинформации, когда, бывает, вмонтируется лицо вместо человека и голос, они существуют на самом деле, которые могут позволить, ну, создать какие-то условия, записав голос и в дальнейшем их использовать. То есть, мой голос, если я отвечаю, могут вполне записать? Вполне записать, да, модифицировать его. Существует программа, которая позволяет использовать уже ваш тембр, вашу тональность для того, чтобы создавать уже видимость, как будто это разговариваете. Как будто бы я говорю. Именно поэтому раньше мы предупреждали, что не говорите долго или вообще не говорите никогда, потому что владеют всевозможными методиками мошенники. Они могут вас уговорить, особенно если это пожилой человек. Вы абсолютно правы, это называется социальная инженерия, в которой используются методы, еще хорошо описанные в нашем замечательном советском фильме «Приключения Буратино». Помните, там ошельники. Страна дураков, да. Да, покажи. Здесь классическая схема. Сначала человек вводит в состояние стресса. Это говорится о том, что, например, у вас похитят сейчас деньги, срочно у вас. Либо вы выиграли что-то в состоянии стресса от радости, либо ваш близкий человек попал в беду, сбил на этом. И мы входим в состояние стресса. Потом мошенники ставят обязательно ограничения по времени. Надо срочно предпринимать решения. А, то есть они ограничивают нас в принятии решения. Да, надо сейчас и срочно принять, чтобы не было возможности посоветоваться со своими близкими. Первое. Нужно срочно перевести деньги, чтобы спасти деньги от преступников. Нужно срочно перечислить денежные средства, чтобы защитить вашего близкого человека от преследования уголовного дела. Если звонит правоохранитель, если вы нам не поможете, мы в отношении вас возбудим уголовное дело. Если вам положены социальные выплаты, у нас ограничен фонд социальных выплат, вам нужно срочно перечислить нам подоходный налог, чтобы получить это социальные выплаты. Вот социальные выплаты, Вячеслав Михайлович, это связано вот с этими нелегкими ковидными временами, новый вид обмана? Да, вы абсолютно правы, потому что мы часто слышим о том, что правительством предпринимается метр финансовой поддержки населения, определенные деньги положены, многодетним семьям в том числе. И мошенники, конечно, пользуются этим. В беде пытаются сказать о том, что вам положены социальные выплаты, мы вам поможем их получить, но нужно срочно, например, перечислить подоходный налог на наш счет, а вы уже в итоге получите социальную выплату. Если вы этого не сделаете, это ограничено, другим достанутся, а вам не достанутся, поэтому надо быстрее делать, бежать. А, да, 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 очень мало социальных выплатов. Да, 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 поэтому мы вам поможем, и вот такое происходит. Но они пользуются, мошенники, как мы уже говорили, что постоянно практически имеются. Просто ситуации, ситуации в регионе, ситуации в стране, где тонко там и рвется. Вы абсолютно правы, используют те механизмы, которые позволяют им получить доверие от людей. Например, вот мы заметили такую ситуацию, когда звонки формируются, например, даже от нашего Банка России, и при этом потенциальной жертвой на ее средства связи пересылаются документы, подтверждающие якобы личность, которая с ним бесит. Вот у меня здесь... Вот у вас вы принесли в студию, да, я не знаю, как все увидят, не увидят, но мы в патрульной службе обязательно об этом покажем. Вот мы видим, что номер стоит, да? Это документ сотрудника Банка России, подтверждает, что она работает в Банке России. Мы видим фотографии женщины, логотипы Банка России, атрибуты, номера, которые взяты из Банка России, и накладная, которая позволяет эти деньги якобы перевести на спасительный счет. И вот накладная вроде бы все, и отличить человеку, который не понимает, сложно, да, здесь, в этой ситуации? Конечно, и особенно для старшего поколения, это когда они привыкли к официальным документам, к печатям доверять, и здесь у них приходит вот это, и они совершают те действия, которые их просят совершить мошенники. Но фотографии вот здесь, допустим, на этом документе, женщины, они могут взять любую фотографию? Вы абсолютно правы. Она, наверное, не соответствует, действительно, что это именно такая есть, Иванова Марина Ивановна. В интернете даже есть сервисы, которые формируют виртуальные личности, и вы не отличите их от живых. Это уже представляются такие услуги, поэтому мошенники совершенно спокойно могут этим пользоваться, услугами. А давайте мы вот от таких вот, о которых уже слышали, перейдем к мошенникам, наверное, Ольга Олеговна. Чем рискует человек, когда ведь тоже вступает мошенническая схема, если он идет в ломбард, не посмотрел перед этим на ваш сайт, что 17 ломбардов только у нас официальных, идет в какую-нибудь левую организацию, чем рискует человек? Ну, для начала, 17 это официальных ломбардов только наших, тверских. Наших, тверских. А есть еще на территории, конечно же, обособлены подразделения сетевых крупных ломбардов, которые... Здесь как филиалы у них, да? Да, конечно, обособлены подразделения. Ну, об этом чуть позже мы скажем, да? Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что действительно нелегальная ломбардная деятельность, она имеет место быть в настоящее время, и Банк России тоже, в свою очередь, ведет работу по противодействию этой деятельности. И ряд материалов направляются в прохранительные органы при выявлении таких фактов, точнее, не фактов, а признаков нелегальной деятельности, а уже прохранительные органы устанавливают и доказывают вот этот факт, есть он или нет. Что, на что необходимо обратить внимание? Безусловно, когда вы приходите в ломбард, еще раз хочу сказать, необходимо внимательно посмотреть на стенд, в офис. У нас официальный ломбард, как правило, всегда вывешивает информацию о том, что они находятся в реестре. В реестре, то есть документы, если необходимо. Да, устав, да, на доске объявлений, там, входит лига ломбардов, но, тем не менее, вы видите официальные реквизиты этой организации. И, обратив на них внимание, еще раз повторяю, необходимо их записать и проверить на нашем сайте, на сайте Банка России, находится этот ломбард в государственном реестре ломбардов. То есть нужно это сделать до того, как я понесла вещи, то есть проверить легальность этого ломбарда. Кроме того, зачастую, либо нелегальные, скажем так, мошенники на территории как бы самого официального, допустим, ювелирного магазина или ломбарда, еще открывают, у них еще есть, зарегистрируется другая организация, которая комиссионный магазин, который осуществляет скупку изделий. И если вам предлагают подписать не договор займа, то есть в ломбарде вы всегда будете заключать договор займа. То есть вы берете займы ломбарда под залог вот своей вещи. А если же это все-таки скупка, это комиссионный магазин, то там будут совершенно другие документы. То есть обратите внимание, если нелегал все-таки вам предоставят договор купли-продажи, либо договор какой-то иной, комиссии, то вы обращаетесь явно не в ломбард. Ломбард вам должен предоставить только договор займа, который будет включать в себя еще залоговый билет, который на эту вещь, которую вы даете. То есть две вещи надо запомнить, договор займа и залоговый билет. Сейчас это все объединено в один документ. Важно обращать обязательно на это внимание, потому что все вот эти инновации, которые вводятся для защиты прав потребителя, финансовых услуг, простые граждане тоже должны понимать это и использовать вот это право, которое им дается. Если, допустим, да, если я не тот документ оформила, что я рискую больше свою вещь не увидеть? Какие риски? Если вы отдали вещи нелегалы, то, конечно, да, риск такой, что вы потеряете ту вещь, которую вы принесли. Да, однозначно. Или какую сумму дают за эту вещь? Это уже решают непосредственно в ломбарде специалисты? Да, конечно, там же оценщик, да, он оценивает эту вещь, в какую стоимость оценивается эта заложенная вещь, да, и все еще зависит от того, ну, какую сумму вы берете. Ну, я думаю, что в период ковида, кстати, вот наверняка тоже люди, которые потеряли работу, не хватает денег, все чаще обращались к услугам тех же самых ломбардов. Да, на самом деле профиль заемщика ломбардов такой, что где-то 43% это приходится на возрастную группу 45 лет и старше. 43%, да? Да, да, всех заемщиков ломбардов. И как бы 55% это в основном женщины. То есть женщины чаще обращаются, да? Ну да, видимо, потому что все равно вот у нас как-то в стране больше все-таки превалирует вот под залог ювелирных каких-то изделий, золота. При этом 72% заемщиков, как правило, постоянно клиенты ломбарда, такова статистика. Вообще профиль современного ломбарда такой, что более 70 компаний, это все-таки больше относится к мелкому бизнесу, к малому, с портфелем не более 10 миллионов рублей и штатом сотрудников менее 10 человек. Как правило, 1-2 и вот так. Но, тем не менее, у нас на рынке существуют и крупные сетевые ломбарды с большим оборотом, с большим портфелем, более 150 миллионов рублей. И, как правило, с широкой разветвленной сетевой сетью. Выгодно заниматься этим. Да, да, обособленные подразделения находятся в различных регионах страны, более пяти, это точно. Конечно. Вот. Сетевые ломбарды, региональные ломбарды, вот про наши 17, которые я сказала, да, есть еще автоломбарды, которые специализируются... Автомобили. Да, которые специализируются в зоологии транспортного средства. Закладывают автомобили тоже свои. Да, конечно, да. Но это в основном в крупных городах, хотя и в региональных центрах тоже... И уже, наверное, мужчины здесь больше клиентов, да? Уже не женщины, уже специализация здесь ярко выраженная. И, значит, мы, вот, исходя из этого разговора, еще раз напоминаем. Давайте еще раз напомним, какие документы вы пришли, вы посмотрели в реестре, значит, этот ломбард, перед тем, как сдать свою вещь, зашли на сайт, на ваш, да, Банк России. Сайт Банка России, его приложение. Да, приложение. И посмотрели потом, какие документы вам выписывали, чтобы это не была комиссионка. Да. Кроме того, уже год, как действует список организаций с признаками нелегальной деятельности, которые Банк России публикует на своем сайте. И в настоящий момент актуализация этого списка проходит на еженедельной основе. Это список тех организаций, в отношении которых Банк России усматривал признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. И в отношении них были направлены соответствующие письма в правоохранительные органы, с этой информацией для проведения оперативно-розыскных мероприятий и уже установления вот этого факта, привлечения к ответственности. Вы прикрываете деятельность ломбарда, да, по идее? Ну, по тем, как решит суд, но по той информации, которая была направлена по тверским нелегальным ломбардам в прошлом году, ну, из трех, двоих, в отношении двоих были возбуждены дела о административных правонарушениях. То есть это, да, это уже преследование, да, по закону? Ну, да, это наказание за незаконную профессиональную деятельность по выдаче займов. То есть административный кодекс предусмотрен на такую ответственность. Но вы постоянно выявляете, да, то есть у вас есть информация, что на территории региона, почему мы сейчас предупреждаем жителей, что действуют незаконные ломбарды? Есть такие случаи? Ну, это действует организация с признаками. С признаками, с признаками. Потому что доказать, это прерогатива правоохранительных органов, и, скажем так, и этот список, я еще раз повторяю, на сайте Банка России он публикуется еженедельно. То есть здесь нужно быть внимательным вот к любой информации, что бы ты ни делал, это уже лишний раз убеждаемся, да? То же самое мы убеждаемся, Вячеслав Михайлович, если человек захочет продавать какую-то, продать ту или иную вещь, или купить ее, то же самое, на что надо обращать внимание? Ну, это вид, как правило, происходит на интернет-площадках, магазинах интернета, которым можно, во-первых, попасться на удочку фишинговой махинации, когда вместо официального сайта потенциальная жертва использует поддельный сайт и полностью уверяет, что он осуществляет легальную операцию, вводит данные своей карты, перечисляет. На самом деле эти деньги сразу уходят напрямую мошенникам. Второе, это когда в интернет-магазинах или турагентствах заказываются билеты, покупается шина. Покупается шина, перечисляются деньги, а в ответ потенциальная жертва не получает ничего. При этом очень просто это проверить. Обязательно взять перед тем, если мы собираемся на какой-то интернет-площадке совершить покупку, обязательно проверить о ней отзывы. Я не говорю про те интернет, как Авито, как Азон, а если мы нашли какой-то маленький магазинчик, который предоставляет очень интересные, привлекательные условия, нужно сначала проверить о нем отзывы, прежде чем совершать в нем покупки. Когда мы совершаем на Авито покупки, частенько бывает о том, что при продаже твоей вещи тебе звонит человек и говорит о том, что я готов твою вещь купить, но я нахожусь за пределами города. И я хочу вам перечислить аванс, чтобы эта вещь для меня сохранилась. В момент перечисления вещи возникают технические проблемы, деньги не доходят, и мошенник начинает выяснять, почему же эта проблема случилась. Выясняя таким образом подробности о карте, о приходящих смс-кодах, что позволяет в дальнейшем использовать и мошенникам не перечислить деньги, а вот эту сумму заполучить свои. Мы тут возвращаемся к тем же самым картам. На что здесь еще раз нужно обратить внимание? Здесь, тем более, что жертвами становятся это уже, как правило, не пожилые, наверное, люди. Здесь они под каждую возрастную категорию подстраиваются, мошенники. Для пенсионеров они используют одну схему, могут социальные выплаты под молодых, это могут быть различные брокерские компании, перечислить, куда деньги вложить. А для мужчин, например, которые ищут колеса на зиму купить, это совсем другая схема. Мошенники очень разноплановые. Но нужно понимать, что в каждом конкретном случае мы должны очень внимательно относиться к тому, какую мы информацию передаем с той стороны, которая звонит. Ни в коем случае не передаем данные о карте, которая находится на обратной стороне ЦФЦ, код для подтверждения. Не передаем коды СМС-сообщений, которые мы получаем, потому что эти СМС-коды мы можем запутаться и передать тот код к оплате, который проводят мошенники, продиктовать мошеннику, и мошенник завершить эту операцию получит. Поэтому ни в коем случае. Ну и самое главное, мы должны понимать, что лучше этот разговор прекратить, перезвонить в свой банк, либо в правоохранительные структуры, если те звонят, либо в социальные органы, которые предлагают выплаты. Поинтересоваться, занимаешься этим или нет. Потому что, например, бывает такой вид мошенничек, когда звонят о том, что вы являетесь нашим клиентом банка, вам предположен под Новый год кредит льготный. Условия, которые предназначены только для вас, как для нашего лучшего клиента. При этом скидывается ссылка, человек переходит, видит страницу банка, на котором присутствует данная программа. Заключает ее, получает деньги, переводит, и на следующий день идет свой банк, чтобы получить договор на бумаге. Но, приходя в банк, он оказывается, что он работал не с легальным банком, а с мошенниками, которые его перенаправили СМС-сообщением на фишинговую страницу банка. Там он заключил договор, получил деньги и переправил его мошенникам. Поэтому, в любом случае, позвоните в свою организацию, с которой у вас правовые отношения. Еще вот мы за этим же кругом столом много раз говорили, что из банка вам не будут звонить. Вот сами, да, во всяком случае, тут такие услуги, они очень ограничены. Или в крайнем случае, что не делает настоящий сотрудник банка? Он никогда не спрашивает номер вашей кредитной карты, никогда не спрашивает СФЦ-код, дату ее действия. Вся эта информация для того, чтобы ему сообщить, она у него есть для выполнения своей операции. Он может сообщить, поинтересоваться. Вот у меня был случай, когда я выполнял массу мелких операций финансовых для одной контори. У меня заблокировалась карта одного банка. Мне позвонили службы безопасности, говорят, с вашей карты проходят такие действия. Вы выполняете, я говорю, да, я выполняю, я это выполняю там-то, там-то, в таком-то, таком-то магазине. Они посмотрели, да, все хорошо. Мы вас разблокируем, я говорю, разблокируйте. То есть они не спрашивают, какой там код, как разблокировать, да? Ничего, все у них условия для того, чтобы выполнить эти услуги, дистанционные есть. Максимум, что они могут спросить, это секретные вопросы, для того, чтобы подтвердить, что действительно ли это являетесь вы. Ни паспортные данные, ничего. Мы не должны передавать этим людям. Вот вроде бы, да, Вячеслав Михайлович, сколько раз мы уже говорим об этом? Вот сколько раз? Уже, наверное, за последние два года мы пятый или шестой раз собираемся только в этой студии, не говоря уже о том, что мы делаем специальные репортажи. И люди все равно ловятся на это. Сколько нужно еще раз сказать? И почему? Это вот тот вот эффект неожиданности, о котором мы говорили в начале программы. Что тут срабатывает психологически? В психологии человека мы построены таким образом, наша цивилизация развивалась, что мы подвержены таким атакам. Мы привыкли людям доверять. Если мы социально не будем активно заниматься, да, видеть в каждом врага, мы не сможем общаться. И наше социальное общество взращивает, что мы должны сотрудничать, взаимодействовать, передавать. Этим мошенники и пользуются нашей социальной слабостью перед такими видами атаков. Когда тебе говорится то, что твой человек в беду, надо помочь. Очень много, например, в социальных сетях, когда взламывается, говорит, надо мне помочь. Человек перечисляет деньги. А, да, 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 я попал в беду, и народ как кидается сразу. Кидается, а потом звонит. Что с тобой произошло? Да, да, потом уже. Потом уже. Но мы привыкли помогать. На самом деле мы как-то больше верим в добро, наверное, чем... Ну да, да, изначально, когда же вот я всегда вопрос задаю сотрудникам следствия или сотрудникам полиции, вот вы верите, что больше хороших людей на свете? И они уже, те, кто общается с преступниками, говорят, да, хороших людей больше. Да и нас так в своей бытности, но его воспитывали так же, да? Что добро все равно победит зло, и зло этим пользуется. К сожалению, вы абсолютно правы. А ведь те же самые звонки относительно попавшего в беду родственника, да, я совершил ДТП или я что-то. Сколько раз говорим, ты сначала позвони своему родственнику, да? Какой этот раз говорим, сначала позвони своему другу, узнай, в какую он беду попал, точно нужны ему деньги или нет? Вы абсолютно правы. Мошенники играют на чувствах людей. Вот на чувствах людей, и здесь как-то... Вот что здесь, какая наша главная задача? Еще раз и еще раз говорить? Вы абсолютно правы намекать на том, что если у тебя переходит вопрос с каким-то денежным проблемам, проблема, что нужно перечислить деньги, отойти в сторону, положить, подумать, посоветиться со своими близкими, может быть. Потому что мошенники же не секрет, они не дают возможности отвлечься жертве потенциально. Они его постоянно заговаривают, заговаривают, объясняют, что если он перестанет с ними общаться, сейчас деньги уйдут, и его подталкивают к этим действиям неправомощным. Поэтому в любой момент прекратить общение, посидеть, подумать, позвонить, посоветствовать, поинтересоваться, что-то происходит или нет. Взять паузу. Ничего страшного, ничего не произойдет за эти 2-3 минуты. Вы абсолютно правы. Если что-то случилось, то уже случится. Уже случится и так, и так, без вашей помощи. Да, без вашей помощи. Если, условно говоря, какое-то событие произошло, значит, ну что тут. А взять, посоветоваться со своими близкими, со специалистами. Потому что и мне раздавались такие звонки. Мне позвонили, сказали, я говорю, деньги только не перечислять. А я уже перечислил. Я говорю, ну а что ты мне звонишь тогда уже? Если бы ты чуть-чуть пораньше позвонил бы, я бы тебе проконсультировал. А получается, что в какой-то момент уже поздно что-то либо делать. И просто нужно обращаться в свой банк, просить заблокировать операцию, заблокировать свою карту, если мы потеряли, если произошло что-то. Такое ведь преступление, когда деньги-то тяжело возвращаются, иной раз и не увидеть больше этих своих денег, да? Ведь это же за... мошенники действуют за пределами иногда страны. Да, вот по информации МВД, до 60% находятся на сопредельных территориях, которые нам не подконтрольны, и которые там совершают это в отношении нас действие. Именно поэтому сначала нужно подумать 10 раз, а потом уже что-то сделать именно поэтому. Да, и вот в компенсации, вот есть цифра, что 7,7% похищены средства с третьим кварталом. Только 7, ну, около 8% только. Да, было возвращено за третий квартал прошлого года. Это капля в море, конечно. Если о таких миллиардах идёт речь, да, которыми завладели... Давайте мы ещё раз тогда скажем, о чём нужно знать, возвращаясь к нашим ломбардам, где тоже может подстерегать какой-нибудь нечистоплотный предприниматель у нас. Ну, важно знать, что в настоящее время, вообще с прошлого года вступили изменения силы в закон о ломбардах 196 ФЗ, предусматривающие введение заявительной реестровой модели допуска ломбардов на финансовый рынок. То есть организация, образовавшаяся как юрлицо и зарегистрировавшаяся, она обязана подать соответствующие заявления Банка России с определённым пакетом документов, и Банк России в течение 30 дней рассматривает это заявление и принимает решение либо о принятии зачисления в реестр, либо о отказе. Те ломбарды, которые действовали ранее, до 9 июля прошлого года, должны были подать соответствующие заявления и тоже пакет документов. И если они не уложились в этот указанный срок, а продолжают до сих пор осуществлять уже незаконную персональную деятельность и оставили в своём наименовании слово ломбард, то эти организации уже перешли в разряд нелегальных участников финансового рынка. Такие организации можно проверить на сайте Банка России. Есть легальный список ломбардов, которые Банк России размещает. Вообще там на первой странице существует справочник финансовой организации. Любой справочник, можно любую финансовую организацию проверить на первой странице сайта Банка России, забив туда наименование, либо ННН, либо ГРНН, ну какие известные репвизиты, и там вся информация по этой организации будет выдана. Кроме того, Банк России публикует список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. Это консульс не только ломбардов, вообще любых нелегалов, которые любую финансовую деятельность осуществляют на рынке. Она размещена на сайте в разделе недобросовестной практики. Актуализируется еженедельно. И в отношении этих организаций уже Банком России были направлены материалы в правоохранительные органы. То есть тоже должно насторожить простого обывателя. Третий момент. Обязательно, когда вы обращаетесь за финансовую услугу в организацию, внимательно читайте договор и смотрите, что вы подписываете. Если вы пришли в ломбард, вы были намерены прийти в ломбард, вам должны предоставить договор потребительского займа и залоговый билет, которые сейчас уже объединены в один документ. И содержит этот договор основные условия индивидуальных займов, всю информацию о залоговой вещи, ну и другие важные аспекты и такие важные моменты по непосредственному этому займу. И договор этот может быть как на бумаге, так и в электронном виде. Все эти меры, они направлены, безусловно, на развитие, скажем так, конкурентной борьбы и защите прав потребителей финансового услуга. Честной конкурентной борьбы. Да, честной конкурентной борьбы. И таким образом все-таки защищают, во всяком случае, в суде, интересы наших граждан. Потому что если вы пришли и подписали договор, принесли вещь в залог, а вам подсунули договор купли-продажи или договор скупки, то вы, в принципе, оспорить потом будет достаточно сложно. Да, уже беззащитно. То есть вы рискуете потерять ту вещь, залоговую вещь, которую вы принесли. Потому что, ну, по закону ломбард, вы вправе выкупить свою залоговую вещь даже и после периода займа. Потому что есть определенный период, который позволяет льготный период еще потребителю выкупить ее. А вообще, скажем так, ломбард, на самом деле, бояться их не стоит. Это достаточно очень такой древний финансовый инструмент. И раз он существует и достаточно актуален, в этом есть необходимость. Взять быстрый займ под залог вещи, потом ее при удачном стечении обстоятельств выкупить. Ну, если не при удачном, то тогда расстаться. Но, тем не менее, этот инструмент финансовый имеет место быть, он удобен. Там достаточно, мы все прекрасно знаем, взять займ достаточно просто. И вы, по сути, рискуете залоговой вещью. Да, главное, чтобы, опять же-таки, все поинтересоваться. А если человек подозревает, что пришел не туда, он вправе позвонить в полицию и сказать, вот тут вот работает какая-то организация, которая называет себя ломбардом. Но я так чувствую, что это... Он не посмотрел документы, он так чувствует. Безусловно, это право есть у человека и в правоохранительные органы, и можно обратиться в Банк России. И мы еще раз говорим, что Банк России, он контролирует работу ломбардов. Он считает надзорной деятельностью за легальными ломбардами, но, скажем так, работа по противодействию недобросовестным практикам и нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России активно ведется в настоящее время. И этому уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует тот же вот этот список организаций, как его иногда называют черный список, но, тем не менее, список организаций, имеющий признаки нелегальной деятельности, потому что они действительно очень мешают, они дискредитируют деятельность легальных финансовых институтов, которые существуют сейчас на рынке, которые действительно полезны и нужны нашему обществу. Но, скажем так, эта борьба должна быть совместной, и мы только рады, когда нам какие-то вещи простые обыватели подсказывают и вовремя дают нужный сигнал. Еще один вопрос, который часто задают, вот, Вячеслав Михайлович, что делать, если вы по ошибке перевели кому-то деньги, ну, не на тот счет вы перевели, или вам пришел такой период, что дальше делать человеку? Здесь в такой ситуации, конечно, обращаться в свою кредитную организацию, в которой обслуживается. Но самое интересное здесь, когда вам перечисляют деньги, и начинаются раздаваться звонки о том, чтобы вернули деньги на другую карту. Вот здесь ни в коем случае не вестись на эти разговоры, потому что это, как правило, опять же, звонят мошенники. Если это может использоваться, денежная сумма была сначала переведена на ваш счет при какой-то мошеннической операции, теперь вас же просят перевести ее на другую совсем карту. Можно получить проблемы, если вы примете участие в этой операции. Ну, во-первых, тогда человеку говорит, обращайтесь в мой банк, и он проведет все операции, и вам вернет. И самому можно самостоятельно сказать, что мне произошло зачисление денежной суммы, звонил гражданин, который сказал о том, что это неправильно он сделал. Прошу вас рассмотреть мое обращение. И пускай банк этим занимается. Банк будет. Пускай этим занимаются специалисты. Так точно. Специалисты. Самому ничего не нажимать там не надо. Не надо. Не перечислять, не делать. Потому что, опять же, можно увидеть, что пришла смс, на которой написано, что вам деньги перечислены, а на самом деле-то ничего не перечисляли. Если вы плохо разбираясь в информационных технологиях, может так оказаться, что вы и свои деньги перечислите в том же случае. А еще раз скажем нашим телезрителям, радиослушателям, что на той стороне люди, которые вас пытаются обмануть, что там все тоже ходят как на работу, да? Ведь у них же существует иной раз целая организация, которая стремится обмануть как можно больше людей. Да, вы абсолютно правы. Она построена по принципу колл-центров, на котором созданы офисные помещения, где они работают и действительно проводят. Даже они создают такой интершум, когда жертву попадают, включают, чтобы было слышно, что там движение. Да, там банк работает. Банк работает, который ходит, слышно все это. И создаются ощущения того, что это действительно работа серьезной организации. Относительно того, что вот мы с вами говорили сегодня в программе, что наше воспитание все-таки нацелено на добро, хотя мы, вот я в своей работе часто сталкивалась с теми негодяями, именно по-другому назвать не могу, которые обманывают. Тогда еще была такая служба курьеров, просили кого-то забрать деньги, старушке особенно отдавали. Я была свидетелем, как открывает пожилая женщина, она без ног, она на инвалидной коляске. Ни у кого на той стороне не дрогнуло ничего в душе. Они пришли, забрали 50 тысяч своих, и ушли, и все, вот это добро. И вы рассказывали, да, что женщина пожилая тоже инвалид. Да, не могла спуститься, и в свое время для того, чтобы передать этот денежный средств курьеру, который приехал, выкинул просто эту же сумму в окно, для того, чтобы получилось. Это очень тяжело наблюдать, когда мошенники целенаправленно получают базу, например, социально людей. Например, был такой случай, когда связан с опорно-двигательным аппаратом, люди не могли двигаться. И они целенаправленно обзванивали определенные кварталы, где место расположения, там находился курьер, и в этот момент говорили о том, что положены социальные вам выплаты, нужно подоходный налог только уплатить, и вы получите. И люди, вот, ничего святого не было, когда они брали, собирали вот такие деньги. У людей, так уже, скажем, пострадавших. Да, последние, и так и жизнью обиженные, и здоровья нет. Давайте подытожим, еще раз скажем, именно поэтому нас не пощадят. Нас, мошенники, щадить не будут, и жалеть нас не будут. Поэтому еще раз совет ваш нашим жителям региона. При поступившем звонке от какой-либо организации, которая представляется кредитной, либо правоохранительных систем, либо социальных, рекомендуется прекратить разговор и самому перезвонить в эту организацию, для того, чтобы выяснить, действительно ли есть какие-то вопросы, связанные с вами. Положено вам или не положено что-то поинтересоваться. Самому разговор продолжать не надо, потому что мы знаем, что мошенники умеют подделывать номера телефона, на которых может быть написана любая информация. Даже вот приходила жертва и говорит, а как мне не поверить, мне название моего банка было прямо на номере телефона выведено, и мне документы показали, которые подтверждают о том, что переслали по WhatsApp, и я перечислил эти деньги. Поэтому ни в коем случае не ведемся на уловки, не передаем информацию о своих кредитных банковских картах, об SMS, которые поступили на наш номер телефона. Это наша информация, мы ее должны хранить при себе. Пожалуйста, будьте в дите, уважаемые друзья. И ваш совет, Ольга Олеговна, о завершении программы. Ну, совет очень внимательно читать документ, который вы подписываете, договор, на основании которого вы получаете займ. Вообще это касается и к займам, и к инвестициям, это касается всего. И второй момент. Сейчас все открыто, все достаточно прозрачно. Все легальные организации, финансовые организации, которые поднадзорные Банку России, это организации можно проверить на сайте, либо в приложении ЦБ онлайн. Если касаемо ломбардов, то есть ломбардный реестр, реестр ломбардов. И также в целях, скажем так, избежания попадания в руки мошенников или при тех ситуациях, когда человек, возможно, может стать жертвой мошеннических каких-то организаций, обращать внимание на список организаций с признаками нелегальной деятельности, которые Банк России тоже размещает на своем сайте, и в отношении которых уже направлены материалы в правоохранительные органы. То есть все сделано для вашей безопасности, и только самим нужно быть бдительным и немножечко думать. Спасибо, уважаемые друзья, за участие в сегодняшней программе. Надеемся, что здравый смысл в наших земляках возьмет вверх. Однозначно надеемся. До свидания. Спасибо.